Учащиеся Чебоксарского детского технопарка победители во всероссийском конкурсе «Шустрик». Теперь слова из советской песни «И на Марсе будут яблони цвести» из фантастических стали как никогда реальными. Неля Юрявич уже сегодня пригляделась к будущему. Практически в каждой квартире есть комнатные растения, но не все знают, как правильно за ними ухаживать. А проблема полива, когда нужно уехать, вообще кажется неразрешимой. Только не для воспитанников детского технопарка. Этот необычный мерцающий прибор изобрели Анастасия и Анжелика всего лишь за полгода. Название ему – прибор для выращивания растений, который и польет вовремя, и температуру воздуха измерит, да и вообще самостоятельно цветок вырастет. Данный прибор считывает данные по различным датчикам. Также он управляется через телефон. Мы можем нажать какие-нибудь кнопки, например, поливать, включить вентилятор, чтобы высохла земля, если мы переборщили с водой. Также поливает он автоматически каждый час. Проект «Анжелики и Насти» вышел в финал всероссийского конкурса «Шустрик», где принимало участие более 200 школьников из 68 регионов России. Как говорят сами девочки, проект вышел именно таким, каким они его и задумывали. А задумывали они его, чтобы облегчить людям жизнь. Ну и, конечно, в таком важном деле им не обойтись без поддержки и помощи наставника – педагога технопарка Льва Подъельникова. Конечно же, у этого проекта есть большая перспектива – это выход на выращивание растений без почвы. Например, сейчас в рамках конкурса «Большая перемена» есть кейс по созданию такого устройства, выращивания растений на других планетах, например, при колонизации Марса. И какие-то идеи из этого проекта, который делали девочки, можно и, собственно, и нужно использовать в таких устройствах, которые помогут выращивать растения не на земле, без использования земли, без использования почвы. Впереди у девочек большое будущее. Они хотят стать программистами, как сами говорят, чтобы улучшить нашу страну. А там и до Марса недалеко. Нелли Юрьевич, Сергей Емельянов, Республика.